Доброе утро, уважаемые коллеги! Сегодня хочу поговорить с вами действительно о такой важной и интересной теме, как управление сертификатами информационных систем в современных реалиях. Итак, мир меняется, повсеместно идут процессы цифровизации и информатизации всего и вся. Однако такого ошеломительного роста популярности интернет-сервисов, которые мы наблюдали в пандемийный 2020 год, не было еще никогда. Возрос спрос на услуги онлайн-торговли, на услуги удаленной коммуникации и взаимодействия, удаленного доступа и удаленной совместной работы. Соответственно, если мы посмотрим на график изменения объема рынка онлайн-продаж, то мы увидим явный восходящий тренд. Собственно, если такие изменения происходят в этой сфере, то все мы прекрасно знаем, что и во всех сопутствующих сферах этот рост будет наблюдаться. То есть что можно сказать? Задача обеспечения непрерывности бизнеса и доступности онлайн-сервисов и их безопасности выходит на первый план. Как же защитить наши онлайн-сервисы? Как обеспечить их функционирование 24 на 7? Как обеспечить подлинность того сервиса, с которым мы взаимодействуем? Существует множество подходов к решению этих задач и ответ на эти вопросы. Однако в большинстве своем рано или поздно все они сводятся к использованию таких надежных методов, как криптографические сертификаты и средства криптографической защиты информации. Получается, задача администрирования сертификата, задача его поддержки становится куда более важной. Ведь согласитесь, если на примере платежного шлюза истек сертификат платежного шлюза, люди просто не могут оплатить на нем никакие услуги и товары до момента его замены. Соответственно, это прямые убытки владельца этого шлюза. А если таких шлюзов десятки, сотни или тысячи? С ростом объемов потребления, соответственно, растет и объем инфраструктуры, обеспечивающей соответствующие сервисы, ну и количество задач по администрированию этой инфраструктуры. Рано или поздно администратору будет просто физически сложно справиться с объемом поступающих задач. Тогда следует либо расширять, соответственно, штат обслуживающего персонала, что является, опять же, финансовыми вложениями в эту сферу, либо задуматься о процессах непосредственно автоматизации управления сертификатами в интересах этих инфраструктур. К счастью, современные технические средства, используя такие подходы, как контроль сроков действия, автоматизированный перевыпуск сертификатов и их доставка, аудит и контроль надежности, способны решить поставленную задачу. Как в идеале может выглядеть процесс? Будучи единожды выпущенным, сертификат, ну скажем, веб-сервера интернет-магазина должен быть установлен и отправлен на контроль некоторой системы управления. И уже система управления непосредственно должна решать задачу по контролю срока действия этого сертификата, по его автоматическому перевыпуску, доставке и установке до сервера того же самого веб-сервера интернет-магазина. Процесс должен продолжаться автоматически до тех пор, пока не поступят, ну, некоторые, так скажем, информационные влияния, некоторые изменения извне. Ну, допустим, выведут сервер из эксплуатации. Комбинируя современные технические решения и подходы, такой процесс построить совершенно несложно. Поговорим непосредственно о технических возможностях. Если говорить о подключении информационных систем к системе управления, то выделить можно в этом два таких концептуальных подхода. Это ECMO-like подход и Agent-like. ECMO-like подход заключается в том, что система управления предоставляет некоторый внешний интеграционный интерфейс, а система клиент, так называемая, подключаясь к этому интерфейсу, реализует для себя операции самообслуживания. Выпускает сертификаты, перевыпускает их, ну, а, соответственно, система управления на запросы информационной системы реализует собственные бизнес-процессы. Использование этого подхода хорошо тем, что оно возможно на нативных возможностях самих информационных систем и сервисов. Однако, к сожалению, не все они поддерживают это. Agent-like подход, в свою очередь, заключается в том, что все задачи по управлению сертификатами в интересах информационной системы клиента берет на себя именно система управления. И реализует она их с использованием обычно некоторого модуля, такого агентского, который ставится непосредственно на сервер информационной системы. С его помощью система управления взаимодействует не просто с программным обеспечением информационной системы клиента, но и с его окружением, например, операционной системой. При использовании этого подхода мы, естественно же, реализуем все необходимые нам функции по управлению сертификатами. Ну, и это понятно, потому что функции реализует сама система управления. Также использование данного подхода позволяет нам избежать необходимости доработки программного обеспечения систем клиентов, что особенно важно для легоси-систем. Ну, из минусов можно выделить как раз с необходимостью установки дополнительного программного обеспечения. Технический уровень, конечно, безусловно важен, однако обеспечение автоматизации процессов управления на бизнес-уровне является не менее важным. Даже, я бы, может быть, сказал и более. От организации к организации, как мы все знаем, бизнес-процессы меняются. У всех свои уклады, свои устои, свои правила. Однако можно выделить ряд основных моментов, на которые стоит обратить внимание. Но для начала это необходимость влечения в наш бизнес-процесс как можно большего числа его участников. Ведь, согласитесь, даже имея самые современные технические средства, администраторы при все возрастающих объемах их задач также не смогут справиться с ними. Однако они прекрасно смогут, например, проконтролировать выполнение бизнес-процесса в той или иной системе управления, делегировав функции по самообслуживанию, ну, например, тем же самым администраторам информационных систем, в интересах которых работает бизнес-процесс. Вовлекая большое количество участников и делегируя им функции, не стоит забывать о предоставлении нашим участникам удобных, комфортных в работе инструментов для решения их задач. Будь то личные кабинеты или даже правильно настроенная система оповещения. Как мы все знаем, в жизненном цикле любой инфраструктуры открытых ключей существует большое количество событий, так называемых, возникающих без участия физического лица. И яркий пример такому событию – это события истечения срока действия сертификата. При автоматизации необходимо не просто не забывать, необходимо поставить во главу задачу обеспечения правильной реакции и обработки данных событий, что позволит снять колоссальную нагрузку с обслуживающего системы персонала. Так как же правильно построить и автоматизировать процесс управления сертификатами информационных систем? И какие технические возможности предоставляют для этого современные технические решения? Ну, для начала мы должны понимать, а все же в интересах чего и кого мы строим наш бизнес-процесс. То есть привести некоторую инвентаризацию нашей инфраструктуры, определить сервисы, определить системы, устройства, определить их актуальность владельцев. Для этого современные технические решения предоставляют множество возможностей. Ну, начиная от таких, как загрузка из различных CMDB и баз знаний, сканирование сетей, ну, а также, соответственно, ручной ввод. Поняв в интересах кого строится бизнес-процесс, можно переходить непосредственно к его проектированию и построению. На этом этапе особое внимание стоит уделить непосредственно участникам нашего бизнес-процесса и зонам их ответственности. А современные технические средства должны предоставлять гибкие инструменты по разграничению доступа пользователей к системе. Ну, согласитесь, даже если не говорить о аспекте безопасности, администратору, к конечному, удобнее и комфортнее работать в системе, где, ну, грубо говоря, на рабочем столе он будет видеть объекты, понятные и знакомые ему. Ну, например, системы, которыми он как раз занимается, нежели если он увидит все зарегистрирование в информационной системе, что создаст какой-то даже диссонанс, неудобства в его работе. Итак, определив бизнес-процесс, можно переходить непосредственно к его реализации и интеграции в инфраструктуру. Тут современные технические решения должны предоставлять как возможности по подключению самих информационных систем в наш контур обслуживания, и в идеале это должна быть комбинация между ECMA и agent-like подходами, о которых я говорил ранее, так и интерфейсы в сторону удостоверяющих центров и их программных комплексов. Ну, согласитесь, автоматизация процессов выпуска сертификата без удостоверяющего центра в принципе невозможна. Ну и также подключение некоторых инфраструктурных сервисов вспомогательных, таких как сервисы оповещения, мониторинга и аудита. Евгений, я прошу прощения, три минуты у вас осталось. Нельзя как-то… Я успею. Успеете? Отлично. Да. Запустив наш бизнес-процесс, не стоит забывать о таком важном этапе, как анализ и оценка его результатов. Только так мы сможем понять, что у нас получилось, а что нет, определить узкие места и правильно сформулировать некоторые требования и пожелания для развития и совершенствования бизнес-процессов. Ну и напоследок хотелось бы поделиться немножечко нашим опытом в данном направлении, ведь первые запросы с рынка поступили к нам еще 6-7 лет назад в данной области. С тех пор мы активно работаем в этой сфере, стараемся наращивать наши компетенции и отвечать всем возникающим на рынке вопросам. Например, при выборе между ECMA и Agent-like подходами сейчас мы можем однозначно сказать, что в России и какое-то время даже в будущем будет популярен именно Agent-like подход. И связано это непосредственно с тем, что большинство информационных систем, использующих в своей работе сертификаты, не просто не поддерживают такие спецификации, как, например, ECMA. Они в принципе не проектировались для того, чтобы быть вовлеченными в какие-либо процессы автоматизации. Если мы говорим о бизнес-процессах, то помимо того, что они меняются от организации к организации, они еще и меняются в рамках течения в принципе времени, изменяются сами с собой с изменением той же предметной области. Соответственно, современное решение не может существовать без наличия гибкого и настраиваемого так называемого движка бизнес-процессов, чтобы любое изменение не порождало необходимости изменения кода самой информационной системы, а могло быть решено путем настройки и конфигурации. Ну и для удобного пользования системой система должна предоставлять явные, четко выделенные сущности, однозначно соответствующие предметной области и модели. Будь то, например, карточки информационных систем, владельцы, администраторы, электронные заявки и так далее. Ведь конечному пользователю куда удобнее работать с понятиями, знакомыми ему, нежели с какими-то абстрактными сущностями. Итого, комбинируя современные технические средства и подходы, которых я сегодня попытался вам рассказать, не составляет никакого труда автоматизировать свой процесс управления сертификатами информационных систем, а, соответственно, обеспечить непрерывность своего бизнеса и избежать необходимости расширения штата персонала при все возрастающих объемах. Большое спасибо, коллеги. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...